Не надо меня спрашивать, я не знаю, что на меня нашло. Всем привет, дорогие друзья, с вами Пиксель и мы сегодня играем в игру визуальную новеллу под названием Дуки Дуки Литературный Клуб. Да, это хоррор. Да, это хоррор и это такой мать твою хоррор, что я даже не знаю, что в нем страшного. Когда я вошел в игру, было очень много предупреждений, что вот если я психанутый, то мне не надо в это играть. Короче, это игра наподобие того, что она маскируется под милой оболочкой, но на самом деле там капец, что творится. Короче, начинаем играть, там уже потом посмотрим, что как, я вообще пока не врубаюсь сам. Ну шо ж, сейчас мы будем это все читать. Эй! Вдалеке я увидел шумную девушку. Она бежала по направлению ко мне, размахивая руками в воздухе так, будто ей плевать на то излишнее внимание, которое она к себе привлекает. Это девушка Сайори, моя соседка и хорошая подруга детства. Ну знаете, такие друзья, с которыми вы толком не видитесь, но они остаются таковыми просто потому, что вы знаете друг друга слишком долго. Такие дни, как этот, мы раньше ходили в школу вместе, но начиная со старшей школы, она начала все чаще и чаще просыпать. В конце концов, я просто устал постоянно ждать ее. Довольно-таки так все сумбурненько начинается, но дальше обещают, что будет капец. Я не знаю, когда этот капец начнется, но мы будем читать. Но если она так и будет бегать за мной, как сейчас, то будет лучше просто убежать подальше. В итоге, я просто вздохнул и встал напротив перехода, дав Сайори догнать меня. Ой, бляха! Хе-хе! Я опять проспала, твою мать! Но я догнала тебя в этот раз. Возможно, но только потому, что я решил остановиться и подождать тебя. Эй, ты сказал это так, словно хотел проигнорировать меня. Это грубо. Что ж, если люди будут таразиться на тебя из-за того, что ты странно себя ведешь, тогда я не хочу, чтобы они подумали, что мы пара или что-то вроде того. Ладно, ладно. Но все-таки ты меня подождал. Я думаю, что ты не сможешь быть букой, даже если захочешь. Как скажешь, Сайори. Хе-хе-хе! Мы вместе перешли дорогу и продолжили свой путь к школе. По мере приближения улицы все больше заполняются другими учениками, совершавшими свой повседневный поход на учебу. Кстати, Пиксель, ты уже решил, в какой клуб вступишь? Надеюсь, что не в гей-клуб. Я уже говорил тебе, я не заинтересован во вступлении в клубы. Даже не искал еще. А, это неправда! Ты сказала мне, что вступишь в клуб в этом году. Разве? Возможно, я и правда мог это сказать в одном из множеств наших разговоров, где я пренебрежительно соглашаюсь со всем, что она говорила. Сайори любит слишком много беспокоиться за меня в то время, когда я полностью удовлетворен тем, что прожигаю свое свободное время, сидя за играми и ониме, пацаны. Ага! Короче, понял, я тупо хикан. Я говорила о том, как я волнуюсь из-за того, что ты не научишься общению в коллективе и не приобретешь никакие умения перед колледжем. Твое счастье очень важно для меня, знаешь ли? Я знаю, что ты всем доволен на данный момент, но мне хочется... УМЕРЕТЬ! Отмыслив, что ты станешь хиканом в ближайшую пару лет, потому что совершенно не живешь реальной жизнью. Чанка нас чмерит по полной. Ты ведь мне доверяешь, так? Не заставляй меня волноваться за тебя. Ладно, ладно. Я посмотрю пару клубов, если это так тебя обрадует. Хоть ничего не обещаю, но ты можешь, по крайней мере, обещать мне, что хоть немного постараешься. Да, думаю, это я могу пообещать. Ей! И почему я позволяю себе отчитывать такой беспечной девчонке? Шлю! Более того, я поражен, что вообще слушаю ее. Но все-таки, глядя на то, как она сильно за меня переживает, так или иначе, захочется ей помочь, даже если она преувеличивает. Оу, смена локаций. Ладно, это школа, где вообще тупо нет плакатов никаких. Вот реально спрайты можно было какие-нибудь вставить. Ну ладно. Этот день в школе был таким же обычным, как и всегда. И закончился он прежде, чем я опомнился. Вот всегда бы так, да? После того, как я упаковал свои вещи, я осталась в стену, пытаясь найти хоть каплю мотивации. Ты в стене мотивацию искал? Что? Клубы? Сайори хотела, чтобы я рассмотрел варианты клубов. Похоже, у меня нет выбора, кроме как начать с аниме-клуба. Аниме-клуба? Привет! Сайори? Сайори должно быть зашла в класс, пока я витал в облаках. Я оглянулся и понял, что я остался в классе один. Я думал, что поймаю тебя, когда ты будешь выходить из класса, но увидела, как ты сидишь тут и просто витаешь в облаках, поэтому зашла. Честно говоря, ты иногда даже хуже меня. Я впечатлена. Тебе не нужно меня ждать, если из-за этого ты опоздаешь в свой клуб. Ну, я посчитала, что тебе нужен некий стимул, поэтому я подумала, ну, знаешь, я хочу от тебя деть. Знаю что? Ну, что ты мог бы вступить в мой клуб? Я пока что вообще ни хрена не куриваю. Сайори? Вице-президент литературного клуба. В них там наверняка и свой Навальный есть. Не то, чтобы я знал, что она интересуется литературой. На самом деле, я на 99% уверен, что она сделала это только потому, что считала, что будет весело помочь основать новый клуб. А поскольку она была первой, кто заинтересовался клубом после основателя, она и получила титул вице-президента. Не говоря уже о том, что мой интерес к литературе еще меньше. Ага, я пойду в аниме-клуб. Пожалуйста, пойдем. А почему тебя вообще это так волнует? А ну, я вроде как сказала вчера в клубе, что привду нового участника, и нацуки испекла кексики, и все такое. Кексики. Есть ли тут какой-нибудь намек? Не давай обещаний, когда не сможешь их сдержать. Не могу сказать, действительно ли Сайори настолько ветреная, или она планировала это с самого начала. Я и спустил длинный вздох. Хорошо, я загляну ради кексиков, ладно? Эда, пошли! Ладно, обратно-таки меняется локация. Это вот реально очень напоминает бесконечное лето, а это визуальное новелло мне реально очень сильно понравилось. И я уверен, если вот сюда тоже вчитаться, то будет довольно-таки интересно. Так, сегодня знаменуется день, когда я продал свою душу за кексы. Я утрученно следовал за Сайори по лестнице в часть школы, которую я редко посещал, используя мою в основном третью годками и для мероприятий. Сайори полна энергии распахнула дверь комнаты. Эй, все, новобранец здесь! Я уже говорил тебе, не называй меня новобранец! Хэм, я глядел комнату. Девушка номер один. Твою мать! Добро пожаловать в литературный клуб! Рада с тобой встретиться! Сайори всегда хорошо отзывалась о тебе. Серьезно, ты привела парня? Это убьет всю атмосферу нашу лесбийскую. Нет, ну Пиксель это какое-то не анимешное имя. У них тут всякие Нацуки, Сайори... Я буду Пиксель Рута. Да. Ох, Пиксель Рута, что за приятный сюрприз. Добро пожаловать в клуб. В такой ситуации я поразил до рождещей. Этот клуб полон невероятно амилых девушек. На что усталился? Ой, блин, все ясно. Если хочешь что-то сказать, то скажи. Да нехрен делать. Говно, дебилка, тупая... П-п-п-прости. Нацуки! Девушка с кислой миной, чье имя, судя по всему, Нацуки единственная, кого я не заметил. Судя по ее маленькой фигуре, она, скорее всего, первогодка. Также она, по словам Сайори, та, кто сделала кексы. Можешь просто игнорировать ее, когда она начинает капризничать. Все рассказала это тихо мне на ухо, а затем повернулась к другим девушкам. Итак, эта Нацуки всегда полна энергии. А это Юри, она умнейшая в клубе. Не надо так говорить, твою мать. Похоже, наиболее взрослой и робкой среди всех Юри приходится тяжело с кем-то вроде Нацуки. Эй, что ж, приятно познакомиться с вами обеими. И, похоже, ты уже знаком с Моникой, так? Как? Эй, верно. Приятно увидеть тебя снова, Пиксель Саски. Моника приветливо улыбается. Мы действительно друг друга знаем. Мы редко разговариваем, но в прошлом году мы были в одном. Умная, красивая, спортивная. Моника Белок, пожалуй, самая популярная девушка в классе. В общем, абсолютно не мой уровень. Поэтому ее искренняя улыбка заставляет меня чувствовать себя немного... Ты тебе тоже, Моника. Боже, как это все ванильно, твою мать. Проходи, присаживайся, Пиксель. Мы освободили для тебя место за столом. Поэтому можешь сесть рядом со мной или Моникой. Я принесу кексы. Эй, я их сделала, я их принесу. Эй, прости, я немного увлеклась. В таком случае, как насчет чая, девушки сдвинули несколько пар, чтобы составить из них стол. Как и упоминала Сайори, они расширили его таким образом, чтобы появилось одно место рядом с Моникой и одно около Сайори. Нацуки и Юри отошли в угол комнаты, где Нацуки взяла завернутый фольгу под нос, а Юри открыла шкафчик. Все еще чувствую себя неловко, я занял место напротив Сайори. Нацуки гордо прошла к столу, неся в руках под нос. Итак, вы готовы? Та-да! Вау! Нацуки сняла фольгу с под носа и раскрыла дюжину белых кексиков, украшенных так, чтобы походить на маленьких котиков. КАВАЙ! Уськи были нарисованы глазурью, а в качестве ушек были использованы маленькие кусочки шоколада. Так мило! Я не знала, что ты так хорошо выпечка, Нацуки. Эхе-хе, ну теперь знаешь. Просто поторопись и возьми один, пока этот дебил все не сожрал. Сайори берет первое, потом Моника, и я следую их примеру. Выкуснятина! Сайори говорит с полным ртом и уже умудрилась испачкать лицо в глазури. Я покрутил кекс в своих пальцах, подыскивая наиболее удачное место для укуса. Нацуки молчит. Я замечаю ее краткий взгляд, направленный на меня. Наконец, я кусаю! Глазурь сладкая и насыщенная. Интересно, неужели она сделала это сама? И правда неплохо. Спасибо, Нацуки. Почему ты меня благодаришь? Не то, чтобы я... Кажется, я слышала это где-то ранее. Сделала это для тебя или что-то вроде того? Ммм, я думал, ты по сути это и сделала, Сайори сказала. Ну, может быть, но не для... Ну, знаешь, тебя дурак. Ладно, ладно. Я сдался перед странной логикой Нацуки и перервал разговор. Юри вернулась к столу и принесла сервиз. Она аккуратно расставила чашки напротив каждого из нас, а затем поставила чайник рядом с кексами. Вы что, целый чайник сервиз в этой комнате храните? Не переживай, учителя дали нам разрешение. В конце концов, разве не горячая кружка чая лучше всего помогает насладиться хорошей книгой? Э-э-э, наверное. Э-э, не пугайся, Юрий, просто старается впечатлить тебя. Э-э-э, это нет... Юри обиженно отвернулась. Я хотела сказать, на самом деле, я тебе верю. Хоть чтение сиепитиями не совсем мое хобби, но я, по крайней мере, смогу насладиться чайком. Я рада. Юри с обличением улыбнулась. Моника подняла брови, а затем улыбнулась всем мне. И мне просто интересно, как выглядит главный герой, что ему вот так все подмигивают. Итак, что ты решил по поводу литературного клуба? Ух, я боялся этого вопроса. Что-то подсказывало мне, что не стоит говорить Монике, что меня сюда, по сути, притащила Сайори. Что ж, я все еще не вступил в какой-либо клуб, и Сайори, похоже, счастлива здесь, поэтому... Все в порядке, не стесняйся. Мы позаботимся о том, чтобы ты чувствовал себя как дома, хорошо? Мой долг как президента литературного клуба позаботиться о том, чтобы клуб был веселым и интересным для каждого. Даже для такого хикона, как я, Моника, я удивлен. Как ты вообще решила основать свой собственный клуб? Ты вполне могла бы занять одну из лидирующих должностей в любом из крупных клубов. Разве не ты была главной дискуссионного клуба в прошлом году? Ах, ну ты знаешь! Если честно, я не выношу всю эту политику вокруг крупных клубов. Такое ощущение, словно в них нет ничего, кроме спора в бюджете и работы на публику, а также подготовки к мероприятиям. Я бы лучше предпочела заняться тем, что нравится лично мне, и сделала из этого что-то особенное. И если это вовлечет других в литературу, то тогда я точно исполню эту мечту. Моника и правда прекрасный лидер. И Юрий тоже кивает в согласии. Да не, ни хрена, она статична, вы меня не обманете? Тогда я удивлен, что в клубе все еще не так много людей. Сложно должно быть основать новый клуб. Можно сказать и так. Не так много людей заинтересованы в прикладстве усилий, чтобы привнести что-то новое. Особенно, когда это что-то не особо привлекающее внимание, как литература. Ну тогда нужно было создать геймер-клуб, или хентай-клуб, или смогвейдеридей-клуб. Хайпим, блин, хайпим. Нужно очень постараться, чтобы убедить людей в том, что это интересно и стоит того. Но благодаря этому школьные мероприятия, как, например, фестиваль, становятся гораздо важнее. Я уверена, что мы все действительно сможем развить этот клуб до того, как выпустимся. Не так ли, ребята? Э, да! Выложимся на полную бич, и еще бы! Все восторженно соглашаются. Такие разные девушки, но все заинтересованы в одной цели. Твою мать, ты их видишь первый раз, откуда ты знаешь, что они вообще разные? Ну хотя да, визуально... Не, хотя визуально они почти одно и то же, мать твою. Моника должно быть действительно постаралась, чтобы найти этих троих. Может быть, поэтому она так рада вступлению нового участника. Да, мне постоянно, всегда все рады. Хотя я все еще не знаю, смогу ли я поддерживать такой же уровень энтузиазма насчет литературы. Итак, Пиксель, что ты любишь читать? Читать? Аниме-новеллы. Э, ну, эмэ... Учитывая то, как мало я прочитал за последнюю пару лет, я не могу ответить на этот вопрос. Мангу? Ха! А-а-а... Я тихо бормочу себе под нос полушутя. Нацуки резко поднимает голову. Мангу! Это выглядит так, будто она что-то хочет сказать, но молчит. Не такой уж ты и читатель, полагаю. Хе-хе. Ну, это может измениться. Что я несу? Я сказал, не подумал, после того, как увидел грудастую... Бляха, какую грудастую! Грустную улыбку, Юри. Кстати, а что насчет тебя, Юри? Что ж, если подумать, Юри провела пальцем по краю своей чашки. Больше всего мне нравятся романы с проработанными целостным фантастическим миром. Уровень мастерства и креативности, сокрытый в нем, поражает меня. И способность рассказать хорошую историю настолько в чужом мире в равной степени впечатляет. Юри продолжает говорить, похоже, она страстно относится к чтению. Она казалась такой скромной и замкнутой, когда я пришел. Но с уверенностью можно сказать по тому, как загорелись ее глаза, что ей комфортно среди книг не людей. Ну, знаешь, мне нравится и много других вещей. Истории с глубокой психологией частенько заставляют меня нырнуть в них с головой. Разве не удивительно то, как писатель может воспользоваться нашим собственным отсутствием воображения, чтобы выбить нас из колеи? Но так или иначе, в последнее время я прочитала немало ужастиков. О, да, вот в такой вот манере они будут, короче, с нормальной новеллой переходить в хоррор. Вот реально, чуваки, это хоррор. Да, это хоррор. Тут нас будут пугать. О, я однажды читал ужастик. Я в отчаянии хватаюсь за то, о чем знаю хоть немного. При таком раскладе Юрия могла бы с такими же успехами вести диалог с камнем. Серьезно, не ожидала подобного от тебя, Юри? От кого-то настолько утонченного? Полагаю, можно и так сказать. Но если история заставляет меня задуматься или затягивает меня в другой мир, тогда я действительно не могу оторваться. Всю реалистичному хоррору частенько лучше всего удается заставить читателя задуматься о собственном взгляде на мир. Пусть и на короткое время. На что вы, мать вашу, намекаете? Угу, ненавижу ужастики. Но при этом ты в нем участвуешь, блин. Ах, почему? Ну, ну я просто... Нацуки на долю секунды стрельнула в меня глазами. Неважно. И правда, ты ведь обычно пишешь о более миленьких вещах, не так ли, Нацуки? Это что? Почему ты так подумала? Ты оставила кусочек смятой бумаги после последнего собрания клуба. Похоже на то, что ты работаешь над поэмой под названием... Не-не говори об этом слух, бич! И верни мне! Хорошо, хорошо. Хе-хе-хе-хе. Твои кексики, твои поэмы. Что? Все, что ты делаешь, настолько же миленько, как и ты сама. Сайори подкралась за спину Нацуки и закинула свои руки ей на плечи. Бляха-муха, во что это перерасет? В хоррор или в какой-то реальный хентай? Я не миленькая! Ладно, ее это бесит. Нацуки, ты пишешь свои собственные поэмы? Ну, иногда я думаю, какая тебе разница? Я считаю, что это впечатляюще. Почему бы тебе не показать нам как-нибудь? Нет, пошел ты нахер! Нацуки отвела взгляд. Они тебе не понравятся. Ага, еще не очень уверенный писатель. Я понимаю, что чувствует Нацуки. Чтобы делиться при таком опыте поэмы, нужно куда более, чем просто уверенность. Истинная форма писательства – это когда пишешь для самого себя. Нужно хотеть открыться своим читателям, обнажать свои уязвимости и показать им даже самые далекие горизонты своего сердца. У тебя тоже есть писательский опыт, Юрий? Может, если ты поделишься некоторыми своими работами, ты сможешь подать пример и помощь Нацуке почувствовать себя более уверенной, чтобы поделиться своими? Похоже, с Юрией та же проблема. Ууу, я бы хотела почитать поэмы каждого. Некоторое время мы сидим молча. Лады, ребята, у меня есть идея Шито Нацуки и Юри с недоумением смотрят на Монику Давайте все пойдем домой И напишем наши собственные поэмы И тогда, когда встретимся в следующий раз Мы все друг с другом ими поделимся В таком случае все будут равны Ээээм, Шито? Твою мать Да, сделаем это Плюс ко всему, теперь у нас новый член Я думаю, это поможет нам всем почувствовать себя покомфортнее друг с другом И укрепить наши узы в клубе Не так ли, Пиксель? Моника горячо улыбается мне еще раз Погоди, все еще осталась одна проблема Эм, 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 какая? Теперь, когда мы вернулись к изначальному вопросу о моем вступлении в клуб Я выполнил то, что занимала все мои мысли все это время Я не говорил, что вступлю в этот клуб Сайори уговорила меня заглянуть сюда Но я еще не принимал какое-либо решение Кексики приняли решение за меня У меня ещё остались другие клубы, которые я могу посмотреть, и, эм, эм, я потерял ход меслей, они ж меня сейчас захерячат, все четыре девушки смотрели на меня подавленным взглядом, но, извини, я считала, фиксы, вы, вы все, я, я беззащитен против этих девушек, они ж гопники ходячие, блин, и как я должен принимать взвешенное решение в такой ситуации, ладно, если написание поэмы это цена, которую нужно заплатить, чтобы они меня не отхерачили, и проводить дни в компании этих красивых девушек, хорошо, ладно, тогда я решил, я вступлю в литературный клуб, поочерёдно в глазах девчат зажигается огонёк, э, да, я счастлива, сэрю обхватила меня руками, прыгая на месте, эй, ты и правда напугал меня, на мгновение, если бы ты и правда пришёл сюда только за кексиками, это и правда была бы супер убога, значит, теперь это официально, добро пожаловать в литературный клуб Бичис, эй, ах, спасибо, наверное, Итак, ребята, думаю, что на такой хорошей ноте мы можем официально закончить сегодняшнее собрание, все запомните сегодняшнее задание, написать поэму и принести её на следующую встречу, чтобы мы все могли ими поделиться Да ну нахрен, какое задание, я никогда не делала домашнее задание, что за чёрт? Пиксель, э, мне не терпится увидеть, как ты себя покажешь Эхе-хе Да-да, смогу ли я действительно произвести впечатление на звезду класса Монику моим посредственным навыком, я уже ощущаю нарастающее чувство тревоги Между тем девушки продолжают болтать, пока Юрий и Нацуки убирают еду со стола Эй, Пиксель, раз уж мы оба здесь, хочешь пойти домой вместе? И правда, Сайори и я перестали ходить домой вместе, поскольку она постоянно оставалась в клубе после школы Конечно, почему бы и нет? Ей! Итак, мы оба покинули комнату клуба и направились домой Блин, нихрена себе, вот видно, да, Европа Всю дорогу мои месли вращаются вокруг этих четырёх девушек Сайори, Нацуки, Юри и, разумеется, Моника Ой, чуваки, я не дегенерат, я запомнил имена Действительно ли я буду счастлива, оставаясь каждый день после школы в литературном клубе? Возможно, у меня будет шанс сблизиться с одной из этих девушек Хентай или хоррор? Ладно Мне просто нужно извлечь максимум из сложившихся обстоятельств И тогда, я уверен, удача будет мне благоволить И начну, пожалуй, с написания поэмы сегодня вечером Пришло время написать поэму Выбирай слова, которые, по-твоему, соответствуют Понравившемуся тебе члену клуба Нечто хорошее может произойти Стой, кому твоя поэма понравится больше всего Я понял, мы, короче, выбираем слова И из этого сочиняется как бы поэма, да? Я теперь понял, как фейстреки пишут Ну ладно Ужас Оживленный Сахар Сахар? Сахар А чё они подпрыгивают? Типа веселье, цветок, закат Закат Музыка Ну да, почему бы и не музыка? Страх, слёзы, страдания Резня, страсть, грусть Игры, ну, естественно Аниме Аниме Покусывание Чего? Разоблачение Нет, я не Афоня Ладно, покусывание Волосы Нет, это уже какой-то фетиш Перо бесконечное Розовый Громко Ладно, я написал стишок Здравствуй, ещё раз Пиксель Ну, как бы, вот, да Давно не хватало чего-то вот такого вот каналу И я нашёл такую игру Я вот знаю, может, игра показаться скучной Но, как нам обещали, игра должна преобразиться Потом и она будет реально очень сильно страшная Нас вводят в обман Мы привыкнем к этой милоте, а потом будет жесть Я понимаю, что это игра на съёмку, которой не надо тратить полчаса А хотя бы часок так Но я вот решил как-то так периодически проходить Чтобы это более выходило как сериал Да, как-то так А вы ставьте лайк Подписывайтесь на канал Мы играли в Дуки Дуки Литературный клуб Всем лайк, всем пока Субтитры сделал DimaTorzok